Всем привет! Xiaomi Mi 8 Lite нельзя назвать свежей новинкой. Он был анонсирован уже достаточно давно. Но тем не менее, от этого он не стал менее интересным. Предлагаю рассмотреть данную модель более детально и решить для себя, действительно ли перед нами такой хороший смартфон, как о нем говорят. Чтобы всегда быть в курсе последних событий на канале, рекомендуем подписаться и нажать на колокольчик для оповещения о новых роликах. Итак, поехали! Как всегда, любой наш обзор начинаем с комплекта поставки. Нельзя сказать, что он в данном случае расширенный, но приятности имеются. Под приятностью я подразумеваю наличие силиконового чехла, который совершенно точно пригодится вам на первое время. Также в коробке обнаруживается документация, блок питания, кабель Type-C, переходник на 3,5 мм разъем и скрепка для открытия лотка. Вот и все, больше ничего в комплекте нет. По дизайну девайс получился достаточно интересным, хоть и используются стандартные материалы для современных аппаратов. Каркас металлический, а спереди и сзади производитель установил скругленные стекла. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Также привлекает внимание цветовой окрас задней крышки с градиентом. Смотрится красиво и стильно. На задней крышке можно увидеть двойную горизонтальную камеру со вспышкой и чуть ниже сканер дактилоскопии. Спереди мы видим безрамочный экран с верхней монобровью и небольшим подбородком снизу. Рамки боковые достаточно тонкие, конечно не рекордные, но тоже сойдет. На верхней грани расположен микрофон снизу порт Type-C, микрофон и основной динамик. На левой грани расположился гибридный лоток для двух сим или одной карты памяти, а справа традиционно клавиши питания и громкости. Одним словом, по расположению элементов никаких сюрпризов. Наверняка многим не понравится отсутствие 3,5 мм разъема, но таковы сегодняшние реалии. Собран смартфон без люфтов и зазоров, однако из-за стекла он немного скользкий. Поэтому-то в комплекте и присутствует силиконовый чехол. В руке аппарат лежит не слишком уверенно, все-таки диагональ довольно большая, потому и приходится управлять двумя руками. Диагональ экрана у смартфона немного нестандартная, 6,26 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек. Матрица IPS с хорошими углами обзора. Честно говоря, про экран ничего плохого сказать не могу. Он сочный и яркий, на солнце и на улице читаемость хорошая. В ночное время минимальная яркость не слепит и можно спокойно читать книги или смотреть видео. Как всегда из коробки имеется возможность настройки цветовой температуры и включения фильтра синего цвета. Если говорить о системе в целом, то MIUI 10 серьезно превзошла своего предшественника 9 версии. Система стала более быстро выполнять команды, да и новые плюшки завезли. Так как аппарат безрамочный, то в настройках можно выбрать способ управления смартфоном, жесты или на экранные кнопки. За счет 4 ГБ оперативной памяти при работе не возникает зависаний, а приложения в фоне также продолжают работать. Имеется возможность установки сторонних тем, которые могут полностью поменять интерфейс. Прошивка, кстати, глобальная, со встроенными сервисами Google. А значит, можно купить девайс, включить и просто пользоваться. Внутри этой модели установлен восьмиядерный чип Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Чипсет не новый, но он по-прежнему предоставляет достойную производительность для смартфонов среднего класса. Тому подтверждение синтетический тест Antutu, который завершается для Mi 8 Lite с результатом чуть более 143 тысяч баллов. Результат более чем отличный, и уже по нему можно судить об уровне производительности. С играми ситуация следующая. Большинство из них идут на высоких настройках, лишь некоторые приходится снижать до средних. При этом отмечу, что нагрев практически отсутствует. И хотя троттлинг наверняка имеется, но вы этого никак не ощутите. Спасибо за это 14-нанометровому техпроцессу. Если говорить в целом о скорости работы, то проблем никаких нет. Все приложения запускаются быстро и работают корректно. Аккумулятор имеет емкость 3350 мАч. Батарея, как вы понимаете, не самая большая. Ее хватает в среднем на полный рабочий день. Все-таки, скорее всего, каждый вечер придется заряжаться. Но опять же, все зависит, как вы будете им пользоваться. По части беспроводных технологий в Mi 8 Lite не все так гладко и радужно. Конечно, присутствуют обязательные Wi-Fi в двух диапазонах Bluetooth 5.0 и GPS с GLONASS. Однако NFC не завезли, что печально. Качество звука основного динамика на хорошем уровне. Он громкий и четкий, хрипов вроде не слышно. Можно и звонок услышать, и послушать музыку, или посмотреть видео через него. В наушниках все нормально. Впрочем, все зависит больше от качества аксессуара. Присутствует эквалайзер для более тонкой настройки звучания через наушники. Фронтальный модуль имеет разрешение 24 мегапикселя. И вроде бы все хорошо, но вот диафрагма не самая лучшая. Всего F2.2. Но, несмотря на это, фронталка делает очень даже приличные фотографии. И любители Instagram, думаю, будут довольны. Основная камера состоит из двух сенсоров, где разрешение составило 12,5 мегапикселей и светосилой F1.9. По части качества хочется сказать, что оно очень достойное для своей цены. В дневное время снимки очень неплохие и с приличной детализации. При хорошей сноровке можно получить очень приличные кадры. Ночью ситуация, конечно же, хуже, но назвать ее совсем плохой не могу. Не забыли оснастить камеру искусственным интеллектом, который автоматически распознает различные сценарии съемки. Кстати, искусственный интеллект присутствует не только в основной, но и во фронтальной камере. Что касается записи видео, то тут поддерживается запись в 4К, а также замедленное видео в Full HD 120 FPS. Если взять в целом, то камерами я остался полностью доволен и считаю ее вполне убедительной, чтобы получить хорошие кадры. Xiaomi Mi 8 Lite стоит не так уж и дорого и, я бы сказал, типичный средний класс. За свою стоимость он предлагает отличный дисплей, приятный дизайн, достойные камеры, хороший игровой процесс и, как бы все. Конечно, не очень впечатлила автономность, хотелось бы немного больше. Ну и отсутствие NFC, конечно же, для многих это было бы плюсом. Так что я думаю, Mi 8 Lite заслуживает уважения и обратить на него ваше внимание при выборе смартфона, конечно же, стоит. Конечно, советую сравнить его с конкурентами, благо их сейчас на рынке очень и очень много. А у нас на этом все. Спасибо, что смотрели наш обзор. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Всем пока!